здравствуйте друзья хотелось бы поговорить вот таких пультах данные пульты немного отличаются от обычных привычных нам пультов у них получается между кнопкой и контактной площадкой графитовой на печатной плате находится еще пленка и на этой пленке может быть нанесен либо графитовый слой либо находиться металлический пятачок какой-то типа жестяночки тонкой вот данные пульты у нас отличаются от обычных пультов именно этим и они из-за этого уязвимы сейчас я покажу два пульта мтс вот это первый пульт мтс он уже вышел из строя с ним очень плотно поработал ребенок и второй пульт мтс он пока еще рабочий откроем первый пульт я уже вскрыл заранее чтобы время видео не тратить и посмотрим что мы здесь имеем вот эта печатная плата здесь графитовые контакты здесь у нас идет вот такая прокладка так сказать прозрачная это уже сама резинка на прокладке мы видим графитовое напыление от тюпят очки графитовые соответственно при нажимании на кнопку они прогибаются внутрь и за и замыкают контакт вот здесь на плате это очень хорошая удачная конструкция пульта и если у вас такой пульт мтс то вам повезло это для мтс если вы намочите такой пульт вы просто его откроете просушите и он будет дальше у вас работать второй вариант пультов мтс я пока это трогать не буду второй покажу на пульте мистерию это пульты такого же принципа но здесь мы уже видим металлические замыкатели контактов так скажем да металлические кнопки на так будет правильнее назвать и здесь немножко сложнее так как эта пленка наклеена если попадет сюда вода там начинает развиваться ржавчина пульт перестает работать и вот здесь по этим пятачком он выпуклый начинает все ржаветь соответственно этот пульт нужно оперативно если его например он попал в руки ребенку где-то утопили или он просто обслюнявило так скажем прямо до ребенка необходимо вам вот этот слой отклеить вот эту пленочку берете поддеваете острым ножом и отклеиваете вот теперь я покажу вам страшную историю что происходит если этого не сделать мы сейчас откроем этот пульт мтс я думаю будет интересно открываем этот пульт и видим что произошло видите да судя по следам зубов на корпусе ребенок его активно им прорезал прорезал зубы себе этим пультом на что мы видим здесь мы видим ржавчину то есть сюда попала влага под эти пятачки пульт вышел из строя его убрали в сторону во время не сдали в ремонт не стали ремонтировать самостоятельно просто убрали в сторону это влага не смогла испариться а просто высохла ну не высохла точнее а вступила в реакцию с пятачками и появилась коррозия необходимо было что сделать необходимо было просто аккуратненько эту пленку снять она видите приклеена но ее можно аккуратно отклеить аккуратно и отклеить плату на сухо вытереть вот здесь это все дело высушить и обратно ее аккуратненько приклеить и пульт бы начал работать вот и все такой простой способ смог бы этим людям сохранить 500 рублей 500 рублей стоимость оригинального пульта мтс вот такой вот вот так сказать лайфхак что ли для владельцев пультов которые имеют микрокнопки данные кнопки можно легко распознать по характерному звуку сейчас я понажимаю слышно да вот этот вот как назвать его хруст или какой глухой хруст вот это значит там стоит микрокнопка а если вы нажимаете кнопку вот например на этом пульте то она нажимается практически без звука вот этот щелчок означает что там стоит микрокнопка если вы намочили данный пульт то необходимо его срочно разобрать и принять меры о которых я уже говорил всем спасибо за внимание надеюсь что это видео окажется вам полезно полезным до новых встреч